Всем привет! С вами интернет-магазин и мастерская Willbox. Сегодня мы расскажем про воздушные покрышки для Oxami Mijia M365, про то, какие они есть в ассортименте и какие основные проблемы у стоковых покрышек. Ну и в принципе у разных покрышек. Так у нас будут как камерные, так и бескамерные покрышки сейчас рассматриваются. Значит, первое. Стоковая покрышка, которая стоит изначально на Mijia M365, имеет очень низкое качество. Вот. Самая основная проблема – это корт, который вылезает на внутренней поверхности покрышки. И получается, что он протирает камеру. Почему это происходит? Ну, во-первых, конечно, сама по себе покрышка имеет очень низкое качество. И этот корт очень быстро, в принципе, выбирается наружу. И вот создает такую шероховатость внутри. Ну, во-вторых, это низкое давление. То есть для того, чтобы такого не происходило, нужно обязательно держать высокое давление. Ну, порядка 3,5 атмосфер. Вот. То есть если у вас есть нормальная покрышка, у нее корт не вылезает, и вы держите высокое давление порядка 3,5 атмосфер, то такой проблемы не будет. Но стоковые, к сожалению, практически всегда. У нас, в принципе, были случаи, где люди держали высокое давление с самого начала, постоянно контролируют даже на стоковых покрышках. Они, в принципе, даже ходят. Вот. Но в основном пару месяцев, и люди приходят, говорят, что прокололи камеру. На самом деле это не прокол, а вот такое вот протирание. Теперь посмотрим, какие есть варианты замены этих покрышек, потому что вариантов много, и вот люди спрашивают, какую лучше покрышку поставить. Первый вариант, уже из хороших, это покрышка HOTA. Это колясочный завод. Он делает, ну, покрышки, получается, для Mijia M365. Также это может быть Wanda, то есть HOTA или Wanda, в принципе, разницы нет. Это, в принципе, уже нормальные покрышки для Mijia, можно уже ставить. У них, они более плотные, у них нет такой проблемы с тем, что вылезает корт, по крайней мере, очень быстро. В принципе, если не держите низкое давление, то у этих покрышек тоже корт может выплосить через время. Такая ситуация тоже может произойти. Но, в целом, это достойная замена обычной стоковой покрышки. Дальше вот у нас представлена покрышечка VL. Это уже получше качеством. Уже намного резина сама по себе мягче, но намного толще. Проблем с протиранием уже вряд ли возникнут. Опять же, при должном давлении. Это уже хорошая, качественная покрышка. В принципе, советую. И самый лучший вариант, это покрышка CST. Здесь, что интересно, стоковая покрышка, которая идет на Mijia, она тоже CST. Сам по себе завод CST, на самом деле, очень хороший завод. Он делает качественные покрышки. Но вот именно для Mijia M365, видимо, они... Ну, Mijia, видимо, на этом заводе заказала очень дешевые покрышки. Может, я не знаю, как это точно было. Но суть в том, что вот эти покрышки просто отвратительные. Тогда как CST-шные вот такие вот с белой полоской покрышки, это вообще лучшие камерные покрышки, которые есть на рынке. Они имеют... Ну, они очень толстые. У них внутри гладкая поверхность. Я на них вообще не видел, даже с полным износом протектора не видел, чтобы у них вылезал внутри корт. На них, в теории, можно даже поменьше давление держать. То есть там порядка трех атмосфер, чтобы помягче было, поскольку у Mijia нет амортизаторов. Хочется, конечно, чтобы помягче было. Хочется давление поменьше держать, потому что 3-4 атмосферы, это, конечно, не жестковато. Здесь вот можно чуть-чуть поменьше держать давление. И, в принципе, проблем не должно быть. Вот такую покрышку, в принципе, самая рекомендованная камерная покрышка. Теперь посмотрим, есть еще варианты бескамерных покрышек. То есть это воздушная бескамерная покрышка. Она идет вместе с вентилем. Вот с таким вот вентилем. Устанавливается на диск. И то есть она работает как автомобильная покрышка. Получается, что внутри нету камеры. Плюсы. Ну, из плюсов то, что как бы нету камеры в расходниках. Еще из плюсов то, что ничего протереть тоже нельзя. То есть не получится здесь протереть камеру. Вот из минусов это то, что она может в теории травить. То есть может потихонечку спускать. Тут надо, в принципе, тоже давление держать достаточно высокое. Тоже 3,5 атмосферы. Потому что в противном случае она просто начинает задуваться потихонечку. И вы можете там после какого-то... Ну, после того как покатать, обнаружить, что колесо подспущено. Соответственно, здесь нужно держать высокое давление. В случае прокола здесь нужно будет снимать и уже не менять камеру. А просто как и на любых автомобильных покрышках ставить какую-то латку. И еще бывают нюансы. Если у вас диск имеет повреждения, то тоже может травить. В данном случае поможет обычный автомобильный бортовой герметик. То есть при установке промажете вот эти кольца бортовым герметиком. Ну и, собственно, все. То есть, ну, в принципе, травить не должно. Здесь тоже 50 на 50. То есть, как бы бывает так, что просто ставите... Вроде бы и диск такой, как бы подушатанный. И вроде бы кажется, что будет спускать. Но вообще никаких проблем. То есть она просто держит давление там месяцами или годами. А бывает так, что вроде все четко, все ровно, все чисто, гладко. Но ставите вот такую покрышку, и на следующий день она сдувается. Здесь, к сожалению, вот есть такое, как бы, небольшое присутствие лотереи. В именно бескамерных покрышках. Также покрышки могут отличаться максимальным весом. То есть нагрузки на нее. Соответственно, тоже можно этот параметр посмотреть. Вот, например, у нас сейчас представлены две бескамерные покрышки. Вот эта покрышка жестче. Но в ней зато максимальный вес больше. Единственное, что вот эта покрышка помягче, уже следующая. Но в ней максимальный вес поменьше. Из своего опыта могу сказать, что более жесткая покрышка, она при этом с большей вероятностью будет травить. То есть мягкая покрышка, она как-то правильнее более ложится. И с ней бывает меньше проблем. Но зато, если вы много весите, то, конечно, лучше взять покрышку чуть пожестче. Но сама жесткость вот этой резины, она не отразится на езде. То есть вы не будете чувствовать, что она жесткая или мягкая. Потому что, опять же, загнав 3,5 атмосферы, они все становятся одинаково жесткие. Вот, поэтому вот в данном плане разницы не будет. Но вот в плане того, что тут помягче, которая будет, она с меньшей вероятностью будет травить. Собственно, как раз-таки вот такой покрышки идет речь. Это второй вариант бескаменной покрышки. Но, по сути, просто помягче она. И, соответственно, с меньшей вероятностью травит. В принципе, она такая же толстая, просто чуть-чуть помягче. Вот, собственно, это все такие основные варианты. Могут быть еще разные всякие модернизации. Есть, правда, прям совсем какие-то китайские, очень прям тонкие аналоги. Конечно, смотрите, чтобы резина была все же плотная. Дальше, что касается камеры. Как выбирать камеру? Самое главное, эта камера должна быть 8,5 на 2. Самое главное, чтобы у нее был короткий вентиль. То есть не берите камеру на какую-нибудь коляску, потому что у них обычные вентили сильно длиннее. И они не подойдут. Вот, также и наперед-назад идет вот такой вот короткий вентиль. Хотя может показаться, что наперед идет на миджу изогнутый вентиль. Но на самом деле нет, там тоже короткий вентиль. Еще один нюанс, что я советую использовать, это при установке вот именно воздушных покрышек, либо каменных, либо бескаменных, использовать антипрокольный гель. Вот, это очень, на самом деле, классная штука. Она закачивается внутри камеры, просто прям через вентиль золотник выкручиваете, туда заливаете. Например, на такие покрышки, это грамм 30, нужно не больше. Ну, там можно почитать примерно, там, в зависимости от производителя. Подходит, в принципе, любой. Вот мы такой используем, но подходит любой велосипедный. Главное, автомобиль не использует, любой велосипедный, он подходит. Причем использовать его можно как в камерах, так и в бескамерках. То есть, вы просто закачиваете через вентиль, сюда этот антипрокольный гель, и он на самой резине тоже работает. То есть, не обязательно камерная должна быть. Соответственно, если вы получаете мелкие проколы какие-то, то этот антипрокольный гель, он эти проколы заделывает. Процесс заливки очень простой. скручиваете золотник специальным ключом вот обычно они есть вот такие вот ключики либо вот такие вот просто крышечки часто часто попадаются и соответственно просто скручивать и заливать прям туда никак не распределять его как специально там не нужно вы когда на самокат поставите поедете он она антипрокольный гель сам распределяет за счет центробежной силы по внешней поверхности соответственно либо камеры либо покрышки если она бескамерная и таким образом он вас спасает от каких-то мелких проколов ну заявляю до 30 проколов можно получить небольших ну не знаю насколько прям 30 проколов но может там очень быть эффект того что камер как бы сдувается но потом вы подкачаете антипрокольный гель отверстие заделывает и снова идти дальше итак резюмируем если говорить именно про воздушные покрышки то либо вы ставите хорошую максимально качественную ну в идеале цистешную вот такую вот покрышку камерную она очень классная проживет очень долго ее можно качать в принципе на три атмосферы не взять три с половиной протирания я не наблюдал камеру при установке вот такой вот покрышки либо ставить вот такую но лучше понять что помягче лучше помягче взять на мой взгляд я не думаю что по весу будет большая российannel вот лучше взять память ч с ним меньше с меньшей вероятностью будет проблема с тем что начнет потравливать нельзя сказать что лучше прямо без камер к или камер на это сложно сказать потому что случай с без камер к вот могут может подтравливать, в случае с камеркой есть вариант, ну, подтравливать не будет, но есть вариант, что если вы проколите, то вам нужно будет не просто, ну, в общем, нужно будет заменить именно камеру, здесь можно поставить заплатку. Собственно, это все, покупайте хорошие, качественные покрышки и приятного вам катания, всего хорошего.